ВСУ показали все, что осталось от российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Херсонской области. Они были поражены нашими высокоточными артиллерийскими снарядами «Экскалибур». В прошлом данные установки уже мельком попадали в видео. Однако сейчас их можно рассмотреть более подробно. Как говорится, во всей красе, ребята приехали посмотреть свою работу и засняли на видео то, что остается от российской армии. Они до сих пор еще не верят, что мы превратили в пепел их основной бронетанковый кулак. И что все их элитные подразделения теперь превратились в удобрения для полей. Россияне еще не знают, что у них больше нет армии, но скоро узнают. С помощью этих С-300 оккупанты прикрывали свою группировку от воздуха. А также не исключено, что обстреливали мирные кварталы. То есть работали этими установками по наземным объектам. А таких горелых российских зенитно-ракетных комплексов еще много. Просто не все еще показали. А некоторые находятся на оккупированных территориях. К примеру, вот еще один российский С-300, который поджарили на Запорожском направлении. Это фотографии двухнедельной давности. А сейчас Россия начала вывозить ракеты для С-300 из Беларуси. Наверное, уже дефицит начинается. Хотя кто знает, сколько у них еще этого советского железа. Может быть и много. А это, все, что осталось от современной российской станции радиолокации «Подлет К-1». Стоимость такой установки – 12,5 миллионов баксов. Теперь это ни на что не годный металлолом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.